В Иерусалимской русской городской библиотеке прошла встреча с Иосифом Шагалом, писателем, журналистом, дипломатом. Вечер был организован Международной ассоциацией Азиз Израиль-Азербайджан. Вёл его Александр Аграновский. До недавних пор Иосиф Шагал был послом Израиля в Белоруссии. С этой стороны и начался разговор. Беларусь – это, условно говоря, наша историческая площадка ашкинадского еврейства. Корни 90% выходцев из Советского Союза, я говорю о евреях, я сам ботинец, неважно, но корни, там, моя жена ботинец, её корни Беларуси, мои корни, на полном Беларуси, на полном Украине. Если покопаетесь, вы все найдёте родственников. Корни Беларуси – это черта оседлости, это самая корни. То есть, что самое смешное, что дед Бениамина Нитомиагу, господин Маликовский, учился в Воложинской Ешиве, что в 60-ти килограмм, вместе с дедом Шимона Переса. В Беларуси очень небольшая прослойка, вот это, то, что называется оппозиция, и националисты, которые требуют говорить на мове, шкиры, вот всё, по-белорусски, давай, поздравляй. Батя, который всё время даёт им по рукам, говорит два языка. Ребята, причём, белорусские, что характерно, они все владеют белорусским языком, все. Затем разговор перешёл на Азербайджан, и Иосиф Шагал показал орден, которым его наградили в этой республике. Это звезда с здесь платиной, напрысканной, выбидаю контур мира, на которой карта мира и точечка Азербайджана. Это номер 19. Иосиф Шагал говорил о начале своей журналистской работы в Баку. Это была работа в советской прессе, о которой я вспоминаю с большой любовью. Что бы там ни говорили, потому что всё-таки, во-первых, не было этой девальвации слова, девальвации факта, не было ужасного слова блогера, который я презираю, и не могу. Смотрите, один из себя пишет, ты кто? Я блогер. Да, думаю, что у меня 30 тысяч этих самых, за мне, за лайков. Я говорю, ну понятно, один идиот может всегда породить 30 тысяч, это же как бы всё вместе. Натан Семенович Зорина рукой, видите, конечно, папа, папа Фредди бен Натана, он был очень смешной. Это только в советское время могло быть, только в Баку. Он был секретарем парт-организации Гостелерадио Азербайджанской, то есть евреев, что такое, евреев есть. Секретарем парт-организации. И он вошёл в историю замечательным ответом. Значит, там ему кто-то, в общем, из азербайджанцев молодых, написал письмо, секретарем парт-организации Гостелерадио, да, товарищ Фредди, Зорина, от Исмаилова Мамеда Исмаиловича, заявление «Прошу принять меня в партию, потому что хочу быть первым редактором членов КПСС». А на что он ему написал резолюцию «Первый редизайнер, я могу предложить Езбой и Василю». Моё отношение к людям. Как ты отнёшься к людям? Для меня уровень как бы живота, уровень интуитивного ощущения близости, доверительности намного выше, чем анализ того, что этот человек сказал, каких авторов упомянул и на каких философов ссылался. Я очень... это мне нравится. Я очень люблю эмоциональных людей. Я очень не люблю двуличных людей. Я ненавижу лицемерие, ненавижу ханжество. В дни праздника Ханука в Иерусалимском доме наследия улиц Фегринберга прошла презентация 52-го номера Иерусалимского журнала. Её вели Игорь Бяльский и Юлий Ким. Мы решили открыть этот вечер и с радостным разумлением видим, что зал... в зале «Аншлаг». Это приятно. А поскольку кто-то ещё ютится там за дверями, то можно сказать, что и перья «Аншлаг». Повод для этого вам прекрасно известен. Это 52-й номер Иерусалимского журнала. Его презентация. Уверяю вас от своего имени, а тем более от имени главного редактора, что это очень содержательный продукт. И приобретя его, вы приобретёте ещё какое-то новое знание о мире. Кажется, я уже заболтался. Итак, мы начинаем. Конечно, в первую очередь мы поздравляем вас Ханукой. И снова что-нибудь что-нибудь говорите? Что-то, да? Ага. Хар Самаях я вспомнил. Затем к микрофону подходили авторы журнала. Рецензия. Случайные слова в нечаянном порядке. Сухая трын-трава на выборочной грядке. Убогость искудель и холодность тороса. Наглядная модель грядущего хаоса. Спи, говорю себе, что не спишь, как все. Три часа ночи. Замер конвейер шоссе. Скоро, очнувшись затемно, Муниципальная рать к дому нагрянет. С мусором воевать. Бьется, бьется, родная, стеная скорбя. Сколько жарких ночей я хотела тебя. Девять лун я под сердцем носила тебя. Как же ты потерялся, кровинка моя. Где вы, кудри, обнявшие черной волной, Лик твой милый, улыбку сияющих глаз. Ты счастливый однажды с прогулки пришел. И сказал, ты не знаешь, родная, какой. Весь в закатных лучах город наш золотой. Хочу ли я долго жить? Нет, пожалуй. Возраст гнет, унижает. Но как иначе узнать, Какой моя внучка вырастет? Как иначе узнать, Что будет с моей планетой невзрослой? Как иначе узнать, Есть ли жизнь еще где-нибудь во Вселенной? Это уникальное собрание, Подобно которому сейчас И не встретишь в Москве, И если встретишь, то очень нечасто. А я имею в виду собрание, Ну, в первую очередь, конечно, поэтов, И, если шире, литераторов, Но в первую очередь поэтов, Которые выступают чтениями своих стихов На эстраде, то, что было заведено Еще в начале 20 века, Знаменитые клубы и кафе поэтов С выступлениями, А потом повторилось Во времена нашей незабвенной оттепели, Когда поэты опять стали появляться на эстрадах, На эстрадах и завоевывают внимание зрителей И целых поколений, Имена их перечислять не надо, вы их знаете. Вот эта традиция еще немножко побыла И в 80-е годы, А потом зачахла и, по-моему, пропала. Я не знаю, где сейчас, например, В Москве собирается публика послушать поэзию, Ну, разве что, когда выступает чтец, Вроде царств небесный Миша Казакова, Великого публилизатора Замедитых поэтических имен и звезд. А у нас с вами такая традиция, Каждый раз, когда возникает наша презентация. Ну и проза звучала в этот вечер. Дочка плакала, мама ее утешала, Гладила мягкие струи волос, Обнимала узенькие плечи. Дочка плакала о первой любви, След которой заблудился Между стволами пальм на ближних улицах. Не плачь, доченька, не плачь, хорошая. Маленькая моя, взрослая девочка, Выкинь эту пачку сигарет из сумки, Он не стоит того, чтобы ты начала курить, Глупенькая моя. Он совсем не такой, как ты думала. Хорошо, что ты узнала об этом сейчас. Знаешь что, ты плачь, А потом умойся, и все пройдет. Нет, конечно, не сразу пройдет, Еще будет болеть. И непонятно ведь, что болит. Ну да, конечно, нет такого органа душа. А мы поговорим о пончиках. Потому что Ханука — праздник света, А что может быть светлее, чем воздержание? Взять, к примеру, кафе Раладин. Его нужно запретить. Или сжечь в знак протеста против пончиков. Пока Раладин не сожгли, Пончиков там 14 видов. Или 12, или 5. Зависит от того, в котором часу вы пришли. Лучше вообще не приходить. С утра основным спросом Пользуются пончики с шоколадным сиропом. С крем-брюле популярны после обеда. А вот перед ужином хороши с карамелью. Вместо ужина, я хочу сказать. И вместо всего этого меню на следующий день. Про пончики эти У меня есть только одна хорошая новость. Они маленькие. КОНЕЦ